Субтитры сделал DimaTorzok 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 против других так, как против него. Потому что других апостолов они уже знали. И бешенство, направленное против них, в них уже ослабело от времени. Знали так же, как они часто в себе защиту, и каким уважением пользовались они в роде. Итак, что бы ты ни подумал, что он сделал это из страха, он сначала сказал, что эти церкви имели мир. Потому что когда в Иерусалиме был разгар вражды, апостолы пребывали в нем. А когда там настал мир, они отправились проповедовать и в другие места. Давайте я комментарий прочитаю. Комментарий Игнатия Латкина на слова «Они отправились проповедовать и в другие места». Итак, комментарий. Сколько поездок по стране совершают сегодня архипастыри? Есть ли такая статистика? Они объезжают свои епархии. И цель каждой из командировки заранее ясна. Проверка деятельности приходов, освящение храмов, часовен, совершение богослужений, поднятие колоколов, торжественные собрания среди неверующих. И если после их отъезда из епархии спросить их секретарей и работников, где же их архиереи, то никто и никогда не ответит, что они отправились проповедовать и в другие места. Куда бы ни поехал благочинный, по своим ли приходам или на епархиальное собрание, на расправу к архиерею, если спросить его домашних, где он, то никто не ответит, что они отправились проповедовать и в другие места. Кто бы из мирян, простецов, куда ни поехал, в отпуск, к знакомым, на заработки, если спросить домашних, где он, то никто из православных не скажет, что они отправились проповедовать и в другие места. Рассмотрев всю пирамиду православия, от подошвы ноги до темени головы, от корней до верхушки дерева, видим, что сегодня, видим то, что сегодня называют православием, совершенно не похоже на то, как было при апостолах. Создана совершенно новая религия, основанная не на слове Божьем. Если бы к нам пришел апостол, пожил с нами, отстоял в храме хотя бы одну службу, например, крещенскую, то не спросил ли бы он, А какую веру исповедуют эти люди? Когда в семинариях и академиях сегодня изучают предмет сиктоведения, то разве они не знают, разве не слышали, с какой ревностью абсолютно все сектанты и еретики едут за тысячи километров и проповедуют в России? И те, кто сегодня наполняют дома, культуры, и стадионы на их собраниях, это все крещеные, моченые в православной церкви. И вина за их гибель, за их кровь, лежит на пастырях, которые не проповедовали Евангелие, не обезопасили свою пасту. Иоанн Златоуст грозно напоминает патриарху, всем архиереям и всем священникам, цитата, «Если одна овца погибнет по твоей небрежности, о пастырь, тебе не хватит всей жизни, чтобы загладить вину». А их сегодня гибнут по вине ленивых и сонных православных пастырей миллионы. Сегодня, всюду и везде, во всех училищах, семинариях и академиях, на каждом богослужении должен звучать призыв, чтобы все отправились проповедовать и в другие места. Патриарх немедленно должен издать указ, чтобы его подчиненные отправились проповедовать и в другие места. Священники должны на исповеди ставить непременным условием допуска до причастия, что их подопечные готовы отправиться проповедовать и в другие места. Матфея 10.32 Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным. Комментарий закончен. Реплики. Вопросы только. Вопрос. Пожалуйста. А что пастыри будут сегодняшние проповедовать? И что они могут проповедовать? О чем они могут рассказать людям? Какой пример показать? Ты меня спрашиваешь или вообще? Вообще. Они будут ли проповедовать то Евангелие, которое проповедовал апостол Павел и Варнава? Или они что-то будут свое проповедовать? Ну вот Игорь хочет ответить, Дабунов. Я хотел не ответить, а сказать то, что я хотел сказать. А там ты уже и сам поймешь, может. Дело все в том, что здесь говорится, опять же, об апостоле Павле. Но он был же человек простой, человек, как и все люди. И он не верил в Иисуса Христа. Более того, он был настоящим антихристианином. Стоял, когда побивали Стефана, охранял одеждой. Ясно, что он был ревностный в другом плане. Потом начал гонения вот эти, это мы все знаем. И здесь показана теперь его ревность, когда он преобразился. И теперь измерение его жизни уже идет в ревности по Христу. Как исполняет теперь он законы Христовые, мы смотрим. И вот Игнатий Тихонович говорит о сегодняшних семинариях, академиях, о сегодняшних пастырях, епископах. И вот как раз, если мы возьмем сегодня, чем измеряется уровень веры современных священников и так далее, то он может измеряться тем, сколько он ходил в семинарии, кто у него родители, даже какими-то, может, другими мелочами. Но ревностью по Боге, по исполнению законов и Господних. Тем более о проповеди, ну то, что Господь и заповедал в самом последнем, это значит самое важное. Никогда измерение не ведется. То есть говорят, вот там он в семинарии, значит все, он учится на священника. Самые нелепые слова, которые только можно услышать. Никогда нельзя было научиться на священника. Там были, в Ветхом Завете, это род был избранный. Избранный почему? По ревности. Они были ревнители закона и остались с Моисеем. Поэтому им было предано, дальше из этого рода было избрано Арон, семейство его вернее. И так далее. Сейчас же вот ревности по Богу нету. То есть, а кто такие? Ну, исполняют служение. На работе находятся эти люди. Но, и когда спросят, так они какую-то ревность по Богу имели? Какие-то нам награды, поэтому и героями стали? Да нет, ничего нету. То есть, нелепее ситуации, чем в нашей церкви, нету. Люди, которым вверено нести закон Божий в ума людей и в души, для спасения вовеки вечные, чтобы жил человек. Они никак, нету никакой градации их избрания. Там до дьяконов народ избирает. А здесь рукоположение от епископа. То есть, епископ взял, рукоположил и все, он становится священником. А епископы сами из этих избранных до конца священников, без ревности избранных. И отсюда у нас все как снежный ком, накатывается на нас. Ни проповеди нету, ни ревности никакой. Они не прочитать слова не могут, Божьей с ревностью, по Боге. И тем более, как будто проповедуют. Накипело. Брат ответил, да? Да. Я тут немножко в другом плане хотел. Я имел в виду, что может ли человек, даже закончивший семинарию и считающий себя православным христианином, нарушающий Слово Божие, проповедовать Евангелие так, как оно есть. Мне кажется, он это будет проповедовать искаженно уже Евангелие. По-своему. Ну, можно сказать, по-православному. Будет оправдывать убийство, будет оправдывать все, что угодно. То есть, это будет проповедоваться то православие, которое сегодня, а не Евангелие, на самом деле. Иисуса Христа. Так или нет? Ну, трудно не согласиться, конечно. Вот, можно сейчас говорить. Да. Ну, вот я хотел добавить. Вот мы тут говорили. Ну, и там самолет как раз упал. И я сказал там, говорю. И слова такие сказал впереди. Говорю, ну, кому, говорю, это нужно? Кто услышит это? Ну, и там они выходят и начинают сразу изгаляться. Вот такие православные. И сразу, вот, ты хотел скрыться. Ну, и там обзывают меня всячески. Ну, мы услышали там тебя. Да я-то вообще и не про них имел в виду. Я имел в виду, кому это надо? Из тех людей, которые могут задуматься об этом. И встать на путь изменения в своей жизни. На путь покаяния, проповеди. Ну, и они доказали, что, ну, никому не надо. Другие-то никто не вышел там с вопросами, допустим. А почему так? Почему вы так считаете? Допустим, поясните. А эти-то, таких-то, говорится, ворогов христовых, их, они в пруд пруде. И вот они вышли. Вот эти православные, они себя считают православными. Но они как ругаются. Христос разве заповедал нам кого-то ругать? Ну, хотя бы вопросы задали. Для начала познакомились бы или что. Тем более, что я же во враги не записываюсь. Я, наоборот, за чистоту церковных нравов и канонов, а не огульно, чтобы все было. Но как раз это им и не нужно. Они по-другому мыслят православие. Они его видят таким, каким они его желают видеть. Со всеми своими грехами, со всеми своими непотребствами, которые внутри их. Пронесем это до неба. Глядишь, примет апостол Петр, откроет нам врата. А не откроет. Иногда, пишет Сирак, говорит, пути человека кажутся прямыми. Но их путь погибель, написано. В глазах человека он прямо идет. А на самом деле, в глазах Божьих он погиб уже. Его нету. Ну, так что получается, что нужно понимать, что проповедовать и как проповедовать. Ну, мы-то с тобой понимаем, о чем идет речь. Да, мы понимаем с тобой. Вы же проповедуем все-таки. Ну, я вот сегодня слушал передачу там о проповеди уличной и домовой. Это в Топовской епархии. Там приехал из Тулы один человек. И он рассказывал, поделился опытом в миссионерском отделе. Там и Максим Степоненко был, кстати. И вот он рассказывал об этом. И он говорил, что они ходят по домам и по квартирам. И на улице проповедуют. Но они проповедуют именно вот это православие, которое сейчас оно есть. То есть, без всяких изъянов. То есть, они как это считают, что убивать это нормально. Там, пляска нормально. Ну, и как можно чаще причащаясь, как Игнат Тихонович говорит, и чаще исповедующие. То есть, один в один. Но, однако же, они проповедуют. Они могут сказать, что мы проповедуем. Что вы к нам присоединились? Вопрос хотел задать. О Христе они что говорят? Мы-то не просто проповедуем. Мы-то с тобой говорим о Христе. Мы сразу предлагаем Евангелие людям. Они тоже... Евангелие для того, как закон, как напоминание всегда о том, что Иисус Христос с ними. И что они должны его так любить, чтобы исполнить все, что тут написано. Вот. Ну-то, коротко, о чем мы начинаем говорить. Если человек заинтересовался, значит, подробнее начинаем говорить. Мы сразу Евангелие предлагаем. Говорим, кто мы. Ну, только копируем называем уже. А так все так. Есть и телефоны, и интернет-сайт. Все есть уже. Вот они стоят перед ними. А некоторым охота нас побить. Там бывают такие. Он прям стоит, аж прям в весе, он кипит прям. Не знает. Ну, какой-то хулиган. Непонятный. А в основном люди проходят мимо. Ну, и 15-20 процентов. Или берут Евангелие, или послушают немного. Визитку возьмут. Но не больше, чем 15-20 процентов. Так в основном пробегают мимо. Не обращая внимания. Ну, никак не обращая. Они обращают внимания, но не хотят иметь дело с религиозными понятиями. Я понимаю, у меня родственники такие же. Не трогай меня, у меня голова болит, когда ты говоришь о Боге. У меня расстройство начинается и так далее. То есть, сатана делает все, чтобы человек не услышал истину о Боге. Чтобы не затрагивались вообще эти вопросы. Иначе человек может решиться и начать веровать. Потому что все-таки, ну, мы же, как говорится, или родня, или очень близки. И уж не сумасшедшие же, и они знают это. Вот так. Они проповедуют о Христе. Ну, я имею в виду, что они... Он говорит, что мы говорим о Христе. Но я-то что хотел подчеркнуть, что говоря о Христе, не отвергнувшись вот этих вот неправильностей, о чем они могут проповедовать? О каком Христе они тогда будут проповедовать? Который принимает... Мы говорим, не клянись. А он, как ты знаешь, даже присягу священническую принимает это клянуться. То есть он проповедует одновременно, и одновременно лжет, получается. О каком Христе он говорит? Он о каком-то своем Христе, получается, говорит? Ну, вот недавно совсем один очень хороший знакомый у моего руководителя. Ну, они как друзья. Он спортсмен бывший. У него отец, оказывается, серебро завоевал на Олимпийских играх по гримской борьбе. Друг Карелина, такой Александр есть в Карелине. Трехкратный олимпийский чемпион. И он здесь ведет секцию борьбы в Новоалтайске. И вот он пришел, душа его пришла к религии, наконец-то. Пошел он в церковь там в Новоалтайске. Познакомился там с Сергием, отцом. Ну, и начал с ним разговоры, как, что подходит ему. Ну, и сразу там оказалось, что нужно защищать Родину. А я ему до этого говорил, что не убей и так далее. Ну, еще давно говорил. А в этом году он пошел только в церковь. И все. И только он сходил один раз к этому священнику. Я только появляюсь. Он сразу раз ко мне. Хотел тебе вопрос задать. Такой. Так все-таки можно защищать Родину или нельзя защищать Родину? С оружием в руках. Ну, я начинаю опять, что Христос сказал и так далее. Ну, это ты сказал. А мне так же это неинтересно. А вот священник сказал мне, что он может защищать. И Бог это тоже велит защищать. Я думаю, ну, а как он относится к Нагорной проповеди Евангелия от Матфея? Он берет прям телефон, позвонил и говорит, отец Сергей, поговорите вот тут он. Ну, я представился, кто я, чтец там у Акима Латкина и так далее. Ну, я что-то слышал такое, начал. Я говорю, ну, как что-то слышали? Вы должны все слышать, говорю. Потому что о нашей общине у вас же говорят в епархии. Как так? Я говорю, скажите, вы как к Нагорной проповеди относитесь? Пятая, шестая, седьмая главы. Написано, что будете сынами Отца Небесного тогда, когда вы возлюбите врагов ваших. Не гнать даже врагов, напиться дать, накормить. Написано, благословлять, молиться за них. Ну, что только не написано. Но нигде не написано, что возьми автомат, там, или винтовку, или меч, иди защищай, там, убивай их. И одновременно, допустим, молись. Этого нету ничего. Поднявший меч от Минча погибнет. Все написано. Это у вас заблуждение, это неправильно такое потом. Ну, все, я с вами разговаривать не буду. Ну, я передал трубку. И с тех пор, видать, ему запретили вообще со мной разговаривать. И вот я сколько его уже вижу, месяца три, он вообще молчит. Ничего не говорит мне. Ни одного слова. Видать, общение вообще запретили на этом уровне. И он такой здоровый мужичище. И, однако, слушает священника. Почему? Он обладатель, понимаешь, он стоит в церкви на Амбоне. Он вот, как бы, главный режиссер вот этого спектакля, который там устроился по имени церковное служение. И люди серьезно к этому относятся. Приходят, слушают. Но это он на меня просто наткнулся. А так-то, допустим, кто-то не наткнулся. И он за чистую монету все принимает. У него нету ничего этого. С чем сравнить можно было бы. Евангелие не читают. Я ему предлагаю Евангелие. Предлагаю прийти на просьбе, рассказать о Христе и ребятам его там, у него там несколько этих школ и так далее. А нам это зачем нужно? Я думаю, чтобы до конца все знать, как зачем. В Евангелии это же спасение. Да-то мы и так спасемся. У нас теперь батюшка есть. Мы ходим, его слушаем. Все нормально. Он нам все рассказывает. А такой батюшка, о чем он расскажет-то еще? У него постая баранинка, постая свинина, молочко, потому что у всех гастриты. Продолжим, с вашего позволения. Книга Деяний, 9 глава, 32-35 стихи. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиге. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лиге и в Сароне, которые и обратились к Господу в толковании. Почему Петр не ожидал обнаружения веры этого мужа и не спросил, желает ли он быть исцелем? Это чудо было совершено, конечно, в особенности в назидании многих. А с другой стороны, чудеса здесь не обнаруживали еще своей силы. А потому здесь и неуместно было бы требовать веры в них. Потому-то апостолы и хромого не спрашивали. Итак, как Христос, полагая, начало чудес не требовал веры, так и они не требуют. А в Иерусалиме вера в них, конечно, распространилась раньше. Деяния 5.15. Так, чтобы выносили больных на улице и полагали на постелях и в кроватях, дабы хотя и тень проходящего Петра осенила кого из них. Потому-то там и много было сотворено чудес, а здесь, когда только было положено, начало им. У кого что есть сказать? Ну, можно. Да. Ну, я хотел сказать о чудесах. Вот сейчас нет чудес. Ну, вчера вот, допустим, вышла... Кто выходил-то? Надежда? Кто нам сказал о пророчестве, которое было болгарского? Елена. Елена. Елена выходила и говорит... Это в среду. И говорит, пророчество из болгарского простого мирянина. Серб, да, он. Серб, да? Ага. Кураджич какой-то там. И он... Дмитрий Тарабич. Тарабич. И он интересное очень такое пророчество сказал, что там через сколько-то там, через сто лет придет по времени, а там 1850-й год, 60-й, наверное, придет человек невысокого роста, который... И будет это все в земле северной, далеко. И скажет он слова истинные и правды, и оставит много книг после себя. И слов. Написано так. Оставит много книг. Книг и слов. Откуда он знал, что магнитофоны будут? Или видеозаписи. И написано. А после того, как его не станет, люди, которые были против, да, или которые враги были, они поймут, что он говорил правду. Вот не надо никаких чудес. Господь открывает такие вещи для людей, которые являются проповедью истины. Если этот Тарабич еще читал Евангелие и говорил по Слову Божьему, это вот и есть самое нужное для нас чудо, которое оставляет Господь. Ну, кто бы знал этот серп, откуда-то вот выплыл он в Северной земле. Вот это пророчество настоящее. Ну, мы вчера, ну, там решали вопрос, может ли это быть Игнатий Тихович или нет. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь, из пророчества тоже. В далекой Северной земле и так далее все сходится. Вот это вот чудеса для нас нужные. А вот чудеса, которые там исцеление и так далее, их надо, даже если они где-то есть, надо строго запретить. Вообще об их не думать. Почему? Потому что сразу у нас начинают канонизировать, а Господь сказал, не судите никак, пока я не приду, и тогда все освещу скрытое во браке. Дальше. Начинаются туда паломничества. Люди стоят вот тут где-то в Москве там, что там был, череп, по-моему, да, череп привозили апостола Луки. И народу было там пришло 350 тысяч, и стояло там одна очередь 1025 в один день там, выходной что ли случился. И прям показывают по телевидению, и подходят, дают интервью люди после того, как выходят. И у всех одно. Ну, спрашивают, ну как вы? Я, я, я ощутила такую благодать. Я вам просто рассказываю, как есть. Я не смеюсь, ничего. Я не актер. Вот так люди захлеб и стоит, и продыхнуть не может. Ну и что? Ну что? Вот знаете, это непередаваемо. Это все. Человек, которого чудо обратило к Богу, должен конкретно пояснить и сказать, Вы знаете, я увидел это чудо, и это меня коснулось, и я уверовал в Бога. И поэтому слово Библия для меня теперь, это живое, значимое слово. Эта книга для меня живая, она меня сделала другим человеком. И ни разу я этого не слышал, чтобы человек сказал, знаете, я подошел там, ну допустим, к поясу Престой Богородицы, и понял, что нужно читать Евангелие, и все мне станет понятно, я буду вечно жив. Никогда я не слышал ни одного духовного признаменования, что человек куда-то обращается именно к духовному. И вообще понятие духовного у людей, это просто, допустим, прийти, вот отстоять там, вот эту очередь, поцеловать, это духовное все называется. Не то, что ты, что тебе дал Господь, для того, чтобы ты мог другим проповедовать это, чтобы это было для спасения, по слову Божьему, конечно, как Господь сказал. Нет, не это, вообще об этом не ведется речь. Все сразу скажут, а зачем нам это? У нас батюшка есть, он знаете, какое его Евангелие вытаскивает? Вот такущая огромная, вот такое, все золотое, а ты что нам тут? И он там читает, стоит. Ну спросишь там, допустим, а что читает? Много, богато знаешь, иди отсюда, все, поговорили с православными. Им чудеса вообще, а про мощи лучше вообще не начинать. Мощи это все, это главное сейчас. И там чудеса, какие чудеса? Я был простывший, или у меня болела голова, я не хотел отсюда идти, думаю, как я пойду, у меня голова болит на работе была. Но подошла к очереди, мне лучше стало, подошла к мощам, все, у меня все прошло, и все, все чудеса. Или там, здесь в Барнауле была одна девушка, вышла, и сходила, как раз был тот же череп апостола Луки, и после этого она утром выходит на работу, и в этот момент какой-то мужчина схватился за цепочку, ну с крестиком, дернул, говорит, цепочка, говорит, вырвалась и улетела, куда-то, а крестик, говорит, у меня, говорит, упал сюда, то есть и крестик целый, ну и цепочку потом подобрала, а он не смог у меня, это пишется как чудо. И все вот в таком вот ракурсе. А конкретных чудес, о которых мы читаем, когда шли там, и хромые там, скакивали, как олени там, немые говорили, слепые там, прозревали, этого нету, нету этого. Да и понятно, и быть не может. А если где-то есть все фальсификация, как праздник Святого Иоргена, посмотрите фильм, мочу там, осленка, на котором ехал Христос, предлагают, или там сено, на котором спал он, и так, придумывают, уже не знают, что продать. Только девять рук нашли, или больше, Иоанна Крестителя, который он крестил Христа. Голов там, уже непонятно, сколько тоже. Игнатий Тихонович, слово проще. Пожалуйста. У меня в семь часов по скайпу очень важная беседа, по просьбе одного человека. Я отойду, а вы все-таки помните это и молитесь. Потому что беседа эта будет иметь последствия. Может, даже не для одного человека. Теперь вы говорили о чудесах. А нужны они? Иоанн Златоуст говорит, я не нуждаю в чудесах. Я верю. Вера превышает все чудеса. К чудесам относятся и откровения. И вот теперь мы можем сравнить. Два раза апостол Павел делает попытку в определенном направлении идти и свидетельствовать, распространять Слово Божие. Дух не допустил. Дух Святой как не допустил? Голосом или препятствия от властей были? По сегодняшний день никто не знает. Но Павел это знал. И Лука, бывший с ним, четко написал. Но Дух не допустил. Он делает вторую попытку. Конечно, молится. Это вселенский учитель. Снова Дух не допускает. и тогда ночью он видит видение. Является некий муж македонянин. Чем он отличается? Ну, как сегодня китаец, отличается чем-то от других-то. Так и здесь он понял, что этот муж македонянин. И говорит, придите и помогите. Вот этот македонский крик слышен от всей вселенной. Видение это было единственное в таком роде. и дальше на две тысячи лет замолкло. Теперь если видение икона построить монастырь на данном месте, я насчитывал жития и говорю, что всегда только об одном. Речь шла о монастырях. Кто писал это житие? Почему Дух Святой перестал так говорить, как в первом веке? А в послании к евреям апостол Павел говорит, Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. И Дух Святой вчера и сегодня и во веки тот же. Ни одного видения нет к тому, чтобы идти на благовестие. Задуматься есть о чем? Сегодня эти видения державной иконой явилась. Почему все уперлось теперь совершенно в другом? Икона монастыря, это значит никуда не ходить, сидеть на одном месте. Там идите по всему миру. Но явно что-то диаметрально противоположное указание. Один и тот же Дух Святой не может говорить. И нам приходится признавать всего лишь только одно. Там было от Бога или нет. И здесь. Если оно не сходится, куда оно идет, какое место? Тут не надо широкую палату ума иметь. Почему Иоанн Златоуз говорит, я не нуждаю в чудесах? А когда считаем первое послание к Коринфянам, первая глава, апостол Павел говорит, иудеи требуют чудес. Они просто требуют. Это вот сегодняшние иудеи. Вот надо песочек взять с могилы Матроны, где-то язычество самое настоящее. Мало того, все связано с оккультизмом, даже в других вопросах. И при том, Джуна была, Давида Швили, она лещит, кого, показывает, мало того, сказать страшно, самого высокого щина, духовная называется. В звание епископа обращались к главной ведьме страны. Ее считали главной, может, даже во всем мире. Она масона посвящает Ельцина. Чудеса, которые делает Господь, делает и Сатана. Вспомните, когда перед фараоном явился Моисей, он бросает змея. Змеи бросили свои жезлы, и они тоже превратились в змеев. Но наступает момент, где они ничего не могут сделать. Спрашивает, а есть ли такое чудо, которое, ну, огонь с неба не изводил Господь, или я, огонь? Написано, Сатана будет не изводить огонь. Он будет делать такое, как в житии Иоанна Богослова. Нырнул в море, там, кенопс, колдунты, и выводит его отца. Он говорит, мой отец утонул, хочу видеть. И он его выводит, но выводит беса, демона, черта рогатого. Но он под видом человека, его отца. Он кинулся к нему, обнять и никого нет. Есть одно чудо, запомните хорошо, которое никогда не сделать Сатане. И Антихрист не сможет. Это Псалом 8, 3 стих. Вот сейчас я прочитаю и хором мы повторим это. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага Истителя. Безмолвным. То есть Сатана безмолвный. Он не может это сделать. Но это главное чудо заключается в том, что хваление не сидение за стенами где-то. Речь идет главное чудо не с мощами, не с иконами, а опять же хвала, прославление Бога. А это что, хвалу надо нести? Опять же речь идет о проповеди о благовестии. Из уст младенцев. То есть по сегодняшнему в духовном плане человек только обратился и он сразу начинает свидетельствовать. Это Дух Святой делает. А вы говорили, вот такие-то идут, что они будут говорить. Вот вы сказали там из ступы гудит. Он на меня, этот человек, выходил. Его звать Антон Дулевич. они принадлежат, ну так они себя позиционируют, как бы ученики Даниила Сысоева. На меня выходит не один раз. У меня записал я ролик, с его согласия могу выставить, но пока у меня другие ролики впереди стоят. Его что-то интересует, выставлю я или нет теперь, когда выставлю. этот Владимир, я его называю так, что бывает с человеком, когда он причащается недостойно. Им только причащайся и исповедуйся каждый день. У всех. Какая-то ярость дикая, хамство ужасное. Такие же, которые у него там царионов, Апентео, посмотрите, сейчас про него идет. Они провокаторы. Что они проповедуют? Правильно, брат задал вопрос, Михаил? Что они проповедуют? Вот есть книга «Путешествие» или как там «Прогулка по храму» Данила Сысоев. Я никогда за 53 года никого не приглашаю в храм. Я отсылаю их просто в церковь, а там Господь разберется. Но чтобы я ходил, ему рассказывал. Вот пришел здесь, вот приезжал, такой был артист Золотухин, Валерий Сергеевич. Приехал режиссер Кузнецов, тут еще люди были. Что я им буду показывать в храме? Единственное, что я показал, вот иконы, святые изображения у нас, и между ними места священного писания. Это редко где такое. Вот две иконы, а между ними место писания из Библии. Красиво написано. Следующее и опять место писания. Вот это я могу показать. Икона не может проповедовать. Она проповедует для тех, которые не понимают, как проповедовать. Когда ты разъясняешь, что на этой иконе не изображено. У меня был такой случай в Третьяковской галерее в советское время. Какой-то зал, но он тупиковый. Дойдешь, и опять возвращаться тем же ходом надо. Иконный зал. Ну, я увидел икону Иоанна Богослова из Апокалипсиса. Это редкая икона, старинная. Я начал объяснять. Мгновенно, ну, несколько минут всего было. Рядом были мои друзья, человек пять. А комната большая. Для них иконная комната. Комната биткова один к одному набились люди. Прибежали служители. Что случилось? Не могут пройти. Вызвали милицию. Милиция не может пробиться. Вплотную. Жажда в народе какая. В этот день я проповедовал в храме Василия Блаженного на Красной площади. Жажда в народе огромная. Почему? Потому что народ в пустыне духовной находится. И вот теперь из уст младенцев и грудных детей. Павел говорит, я питал вас как нянька, как мать. Я родил вас благослованием Иисусу Христе. Вот что необходимо. Создать это великое чудо. Хвалы Богу. А хвала Богу это третья ступень молитвы. Первое. Прошение. Дай, подай, помоги, исцели. Второе. Благодарю тебя, Господа. И третье. Хвала, Аллилуйя, Слава тебе, Боже. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот на эту ступень Бог возводит младенцев, которые не испорчены еще кем-то. Которые взяли ключи разумения, не сами не ходят, не хотящих не допускают. И не надо бояться этих слов. Вот ведете занятия, старайтесь именно об этом говорить. Подробности какие-то там о чем-то. Они в частной беседе могут годиться. Нас слушают очень многие. Вот единственное чудо, единственное повторяю, дабы сделать безмолвным. Враг замолкает. На каждое чудо он может ответить. А что особенно? Я тоже могу сделать. Исцеление, да, воскресенье сделаю. Огонь с неба сведу. Сделай, чтобы младенцы кричали. Хвалу Богу. Никогда и нигде. Они сразу замолкают. Это как с евреями беседу, считая 53 главу Исаии. Он пространно все объясняет. Я был в синагогах у них. Как только коснулся 53 главы опускают голову и говорят не будем об этом говорить. Надо знать конкретно самое важное что нужно будет. Отошел. Апийсистос. Поговорили о чудесах. Продолжим. 36-й 43-й Стихи. Секундочку. Так, читайте кто-нибудь. Михаил, читай. Мне хорошо слышно, да? Да, тебя хорошо. 36-й 43-й Стихи. Ага. В Иопии находилась одна ученица имени Тариха, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыней. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горницу. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встав, пошел с ними и когда он прибыл, вели его в горницу и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тарифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовицы, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии. И многие уверовали в Господа и довольны дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Все. Мир дома, Симон. Мир братья Симон. Мир. Толкование прочел только раз. Михаил, ты толкование читал? Нет, у меня сейчас нет толкования. Так, тогда я читаю толкование на 36-43 стихи о Сернии. Лука поставляет им имя ее, показывая, что она соответствовала своему имени. Была так бдительна и бодра, как Серна. Потому что часто многие имена даются по божественному домостроительству. Сделали все, что следовало сделать над умершим. Заметь простоту прочих и отсутствие всякого высокомерия и трех. Не сами идут, но просят через двоих об исцелении и он приходит. Почему они не позвали его, пока та не умерла? Считали недостойным утруждать этих учеников и отвлекать их, и делать им затруднения в деле проповеди, подчеркнутой выделены. Поэтому Лукай говорит, что было близко, показывает великое смирение ее, потому что она находилась с ними и жила с ними и обращалась со всеми как одна из них, а не так, как мы теперь. Для чего он изгоняет всех вон? Для того, чтобы не тронуться слезами и не потерять спокойствие духа. Усердно совершает молитву, потом поддерживает ожившую, потом понемногу возвращаются жизнь и силы ее. Заметь отсутствие всякого высокомерия в Петре, совершив такое великое чудо, он ищет пристанище не у нее и не у другого какого-либо знаменитого человека, но укажевника Симона. Он не стыдится людей ничтожных и не дает великим повода превозноситься. И комментарий еще один Игнатия Латкина на слова делать им затруднения в деле проповеди. Итак, комментарии. Самые большие затруднения в деле проповеди причиняют тепло-хладность, незнание пути Божия, забвение прямой заповеди Божьей о проповеди. Если сегодня сделать полный хронометраж времени любого священия Казани за неделю, месяц и год, что же касается архиерея, это же касается и архиерея, и патриарха, то какой процент времени выпадет на проповедь? Не на случайную проповедь по случаю праздника, заранее кем-то составленную, но на проповедь вдохновенную, касающуюся душ и нуж человеческих. На любом производстве, в любом деле есть специалисты, специально для этого назначенные, имеющие большой опыт, которые определяют, какие процессы являются второстепенными и даже ненужными, без каких движений и передвижений можно обойтись, чтобы все силы отдать главной работе, а любая работа ценится по конечному результату. Что же получится на деле? Большинство времени уходит на богослужения, требы, выезды, пустопорожнее время провождения в приемных архиереи благочинных, кто и когда в православной церкви за тысячу лет до сего времени озаботился о главном, не делать им затруднения в деле проповеди. Если спросить любого прислужника, где сейчас священник, которого ты ищешь, тебе не ответят, что он занят делом проповеди. Почему? Ответ только потому, что проповедь стоит не на первом месте и не является главным делом жизни священника. Проповедь всего лишь и при том редко у кого является малой составляющей богослужения предложением к нему. Не все знают, чем занят священник. Он или готовится к богослужению, или совершает богослужение, или отдыхает после богослужения. А согласно блаженному феофилакту, толкующему деяния апостола, проповедь и только проповедь должна стоять на первом месте и ничего не должно делать затруднения в деле проповеди. Весь смысл миссии Христа на земле заключается в спасении падшего, умершего человека, первого Адама. И это возможно только через Слово Божие, через слышание Его, через вдохновенную проповедь в Духе Святом. Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И поэтому у каждого священника должна быть на руках охранительная грамота, заверенная патриархом и синодом, что никто не может делать им затруднения в деле проповеди. По смыслу, 9.10.2 часового богослужения должно быть отведено делу проповеди, возрождению души, обращению ее ко Христу, и только одну десятую часть посвятить Богу, богослужению и молитве, это требование самого Бога, касающееся всего, что мы приобретаем. Сегодня самое большое препятствие в деле проповеди в православной церкви забвение Слова Божия, абсолютная потеря и забвение авторитета Святой и Святейшей Библии. Слово Святейший в Библии встречается только два раза и касается места жертвоприношения, причастия, то есть молитвки, горы и истинной веры. Книга чисел 18.10. На святейшем месте ешьте это, все мужеского пола могут есть, это святынею добудет для тебя. Иуда 1.20. А вы возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь духом святым. И это слово святейший неприменимо согласно Слову Божию, и никому и ни к чему все остальное вымыслы человеческие. Солом 118.113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. И ко всему святейшему, что указано выше, приводит проповедь о Христе, и чтобы все смертные считали недостойным утруждать этим учеником учеников и отвлекать их и делать им затруднения и закажу. Слушай, Сбором Моте. Сережа, я отхожу ко мне уже стучится этот человек. Дело в общем, блаженав эфилакта с толкованием, и чтобы коснуться толкования, дать комментарий, это впервые за 900 лет. Ну, от феофилакта считаю. Я сделал 297 комментариев, касающихся любви к Святой Библии и проповеди Слова Божия. И вот вопрос. Есть люди, которые мне говорят, вот, епископ, я, говорит, когда считаю, где комментарии, я, говорит, просто перелистываю, мне это неприятно. Ни духовного звания, все до одного, говорит, я считаю, Евангелие я и так знаю, толкование, главное, говорит, в этом толковании выделены ваши слова вот эти вот. Вот и вопрос. Почему? Тех, которые призваны любить Библию, любить проповедь, они это совершенно не хотят видеть, даже уже в готовых комментариях. И когда я комментирую какие-то слова об этом, они начинают говорить, что нет этих слов по Пепелакта. У меня свой в Пепелакте есть, и я там этих слов не видал. А когда потом смотрят, есть, как я не видел, для этого я взял жирным и ударил в набат. Так, я отхожу с Богом. С Богом. Спаси Христос. Спаси Христос. Господи, устрою эту беседу в Духе Твоем, Святой. С Богом.